Последняя смена радиально-ковочной машины усилием 800 тонна сил стала сродни ритуалу расставания с легендарным оборудованием. На ковке присутствовали ветераны цеха, те, кто, начиная с бетонной заливки, стоял у истоков монтажа и пусконаладки ковочной машины германской фирмы «Зак». Кто за 32 года прошел с ним путь модернизации, переживал пожар в маслоподвалах, передавал опыт работы. Символично, что по другую сторону участка собралась молодая смена 22-го цеха – технологи, мастера и те, кому предстоит приготовить РКМ к разборке, чтобы освободить площадку для нового оборудования. Ковка завершена. Деталь готова к дальнейшей мехобработке. Гулзака понемногу сходит на нет. Дальнейшая судьба радиально-ковочной машины сегодня решается на уровне руководства корпорации. Возможно, машину купит другое металлургическое предприятие. Со следующей недели силами 50-го цеха она будет демонтирована. С сегодняшнего дня мы сейчас начинаем подготовительные работы для демонтажа. И с 12-го числа начнется вся разборка этой уникальной машины. Вместе с ЗАКом с участка переводится в слесарий и кузнец Сергей Пузанов. Именно он проводил последнюю ковку. Какое может быть чувствовать? Вот такое вот. Конечно, 32 года отдать оборудование. Сами понимаете, как. Конечно, жалко. Такое хорошее оборудование. В 70-е годы установка радиально-ковочной машины была прорывом в кузнечно-прессовом оборудовании на ВСМПО. Ковка билетов четырьмя бойками одновременно шла быстро. Обрабатывались детали после ЗАКа достаточно качественно. Александр Митрофанов – заместитель директора по техническому обеспечению и ремонтам, инициировавший визит на ВСМПО ветеранов и сам немало отдал этому участку в 22-м цехе. А каждый, кто прибыл на последнюю ковку РКМ, словно вернулся назад на 32 года, вспоминали ветераны уже на обратной дороге. Когда запускали, были большие сложности. Была ошибка в гидравлике, неправильно рассчитана гидравлика. Анатолий Аксенов вспоминал и о гидроударах при пуске пресса, а бывший заместитель начальника цеха по оборудованию Александр Оносов о том, как целый месяц провел в Германии на приемке ковочной машины. Дрожит внутри что-то, слеза наворачивается. Что жалко, все уже уходят, люди уходят, оборудование уходит. Просто вернулись мы туда 32 года назад, все уже в возрасте мы тут в основном. Конечно, что-то там происходит, внутри происходит что-то. Так словами не передашь. Это надо испытать. Чувство расставания двоякое, ведь немецкое оборудование фирмы ЗАГ уступит место молодому земляку из Германии мощному ковочному прессу усилием 4000 тонн фирмы СМС Мэйр, известного производителя технологических установок для металлургической промышленности и ковочных комплексов. Пресс уже дожидается своего часа на складах предприятия. Будет здесь смонтирован пресс усилием 4000 тонн фирмы СМС Мэйр, который, конечно, является современной машиной и будет выпускать продукцию, практически всю продукцию, которую может выпускать ковочное оборудование нашего завода. То есть будут ковать он билеты, прутки, всестороннюю ковку, фасонную ковку, ну и, конечно, слябы. Новый пресс позволит увеличить и объемы производства, и номенклатуру изделий. Теперь у 22-го цеха появится новая визитная карточка.